Ну, я начну с того, что как бы критично я не относился к тому, что происходило на Украине и к тому, что происходит на Украине сегодня. В целом, мои симпатии полностью на стороне украинского народа в сегодняшней непростой для него ситуации. Потому что, когда мы видим, как хулиган Верзила бьет подростка в подворотне, то мы сначала отбиваем подростка, а потом спрашиваем у этого подростка, какие оценки у него были в дневнике за прошлую неделю. Поэтому сегодня задача состоит в том, чтобы отбиться от хулигана и потом уже спрашивать, что подросток делал во дворе в 11 часов вечера сигаретой. В том, что касается Майдана, проблема все время состоит в том, что я очень боюсь, что эта революция больше похожа не на оранжевую, а скорее на попкорновую революцию. И в то время, как 10% населения каким-то образом участвует в тяжелой войне, 10% населения продолжает воровать, как будто бы ничего не происходило, огромная часть оставшаяся уселась у экранов телевизоров и то ли кричит о то, то ли кричит о ту и наблюдает за всем происходящим, периодически думая о том, что они вот-вот снова выйдут на площадь для того, чтобы через площадь поправить власть. А дело не во власти, дело в самом народе. И это ключевая проблема. Та революция, которая случилась год назад, с моей точки зрения, очень сильно не похожа на ту революцию, которая была в Киеве в 2004 году. Если в 2004 году мы могли говорить о антикоррупционной революции, то год назад это была революция поруганной национальной мечты. То есть, понимаете, там этот антикоррупционный момент, он вроде бы присутствовал, но на самом деле он не был драйвером. И если бы не та пощечина, которую получила Украина, вот в этой своей мечте уйти в Европу, то я не уверен, что Майдан бы год назад состоялся только потому, что народ отвергал ту власть, которую он имел. Но проблема, с моей точки зрения, не в... И в этом смысле эта революция, конечно, является величайшим достижением, потому что это действительно показало высокий уровень самоуважения народа, и этим можно гордиться. Но есть одна проблема с этой украинской мечтой, и, как ни странно, она не очень сильно отличается от русской мечты, хотя многим кажется, что она и противоположна. Потому что масса русского народа хочет сохранить свою цивилизацию, ничего для этого не делая. А масса украинского народа хочет привыкнуть европейской цивилизации, тоже ничего для этого не делая. Понимаете, неважна цель, важен способ. В конечном счете, Майдан не может быть заменой стремления изменить себя. Это то, что меня волнует. Первое. Я считаю, что Украине надо научиться жить, забыв временно о Донбассе. Это тяжело. Это страшно тяжело. Это рано. Но война и цели Майдана несовместимы. Война может быть выиграна только как тотальная война, а тотальная война не приведет Украину в Европу. Понимаете, нужно, как в науке, умеет иногда забывать о той проблеме, у которой нет решения, возвращается к ней на новом историческом этапе. Сегодня главный враг Украины, он внутри себя. И построите нормальную Украину без этих разборок портфелей. Придет к вам и Донецк, и Крым. Не построите. Эта война будет вечной, которая снесет всех.